Голубо уважаемые коллеги, Борис Сергеевич, Елена Викторовна, всех рад приветствовать. В пятницу 13-го, да, хороший день для хороших дел. Мы не акцентировали специально на этом, а вот... Ну, это должен же. Предлагаю вашему вниманию доклад о гастроэнтерологических осложнениях, химиотерапии, таргетной терапии. Вот здесь представлена диаграмма, это моя личная статистика, обращение пациентов в амбулаторной практике, где я работаю. То, с чем я сталкиваюсь чаще всего, это снижение веса, второе место занимает гепатотоксичность и третье место это диарийный синдром. О каждом из них мы поговорим и приведу клинический пример про гепатотоксичность. Скрининг, конечно, важен. Важен потому, что отсюда все начинается. Если мы не знаем или не учли этот момент в анамнезе, не учли этот момент изначального процесса химиотерапии, лечения в онкологии, то, конечно, мы можем столкнуться с рисками, высокими рисками и проблемами, которые формирует эта история. Трофеологический статус, это соматический висцеральный полубелка. Две главных основных позиции, где мы можем оценить наружную окружность мышц плеча, индекс массы тела, и внутренние с позиции белкового обмена, такие как общий белок, альбомин, трансферин, высший пилотаж при альбомин. Но, тем не менее, это то, что можно снять ситуацию в плане белковой недостаточности и уже на ранних этапах профилактировать эту историю. Функциональность ЖКТ, конечно, очень важна, потому что наличие эрозии, допустим, верхних отделов желудочного тракта, они, конечно, формируют различные риски кровотечения, нарушений пищеварения желудочного типа, когда пациент ощущает все время тяжесть в животе после еды и так далее. Наличие энтеропатии, вот это вообще темная сторона дела, потому что мало кто этим занимается, а имея, допустим, лактазную недостаточность или, допустим, пищевую аллергию или повышенную численность глютена, я обращаю внимание, не целяки, а повышенную численность глютена, разные вещи, мы можем столкнуться с тому, что пациент будет резко худеть, у него будет плохо усваиваться белок, и даже энтеральное питание, которое мы назначаем часто, будет снижено усваиваться в организме. Ну и ферментопатии, хронический панкратит, направо-налево ставят диагноз, но на самом деле мы обращаем внимание на хронический панкратит внешней секреторной недостаточности под желудочной железы, где, допустим, ластаза в калии будет низкая. Вот такой маркер должен быть оцениваться. Ну и оценка функциональности печени для того, чтобы понимать, есть ли риски по гипототоксичности. Пищевой статус, понять, как пациент питается, может быть, он вообще не ест ничего, волнуется, переживает, стрессовый фактор в онкологии это постоянно. Тревожный пациент, он очень плохо ест, мало спит и в итоге худеет на глазах, даже еще до проведения химиотерапии. Предикторы, ну здесь более подробное описание, и что лучше сделать в тех ситуациях, когда мы видим различные риски, и предикторы, конечно, лучше понимать. Вот я хочу обратить внимание, вот с диарейным синдромом, о котором сейчас будем говорить, такое состояние, как постхолецистоктомический синдром. Очень часто таких пациентов развивается хологенная диарея, то есть когда желудочный контролируемый вытекает в кишку, раздражает ее, усилит моторику, и мы видим гиперсекреторную диарею на фоне даже еще до проведения или в период проведения химиотерапии. Снижение веса, если пациент изначально истощенный, у него меньше 19 кг на квадратный метр, то естественно, что мы должны уже корректировать до проведения химиотерапии энтеральное питание, коррекцию вести. И управление при возникшем нарушениях, достаточно такое, я собрал то, что можно использовать в амбулатории, когда мы встречаемся с оценкой снижения массы тела, диареей и тошнотой. Приведу пример тактики при развитии диареи на фоне приема лимфатениба, то есть это таргетная терапия, которая часто вызывает диарейный синдром. Помимо кардиотоксичности, как вот сегодня Игорь Александрович рассказывал, диарейный синдром тоже занимает верхнюю строчку. И если в случае четырех степеней диареи, то есть в случае диареи 1 мы видим, что стул до 4 раз в день, нет ночного позыва, то в принципе можно коррекции в питании уменьшить пищу с высоким содержанием клетчатки, лактозу исключить из рациона, алкоголь, кофе, то, что в принципе является стимулятором и вызывает активный бродильный процесс в кишечнике. Обильное питье, приемы пищи небольшими порциями и симптоматический лапирамид, сорбенты для того, чтобы корректировать вот эту частоту. Стул больше 4-6 раз в сутки, без влияния на дневную активность и массу тела. Дозу не уменьшаем, но при этом увеличиваем возможную дозу лапирамида, добавляем сакромет сетабуларди, потому что это более безопасный вариант. Можно использовать нефороксазид. И сорбенты и ферментные препараты в больших дозах, обращая внимание, потому что малые дозы, 10 тысяч, это не пойдет. Нужно минимальное 25 тысяч на каждый прием пищи использовать, не боясь, как многие пациенты говорят, у меня отключится поджелудочная железа. Она не отключится, она выделяет 600 тысяч единиц ферментов, поэтому 25 тысяч на каждый прием пищи, это для нее небольшая доза. Но поможет в ситуации нестабильного стула. Больше 7 раз в 100 сутки ночная диарея, конечно, здесь нужно обсуждать коллективно, коллегиально, с онкологами о прерывании или, возможно, редукции дозы. Потому что это высокая степень гидратации, инфузиотерапия и госпитализация, потому что ситуация опасная. Но черта степень без комментариев. Прогрессирование потери веса. Вот поговорим о снижении веса, как тоже частом проявлении нежелательных явлений стороны химиотерапии в том числе. И вот Лавиан в 2018 году проводил такой эксперимент, видел, что от постановки диагноза до палиативного лечения мы видим постоянно прогрессирующие изменения. Поэтому на каждом этапе, конечно, важно мониторировать пациента, как он ходит, как снижается вес и контрагирует этот процесс. Химиотерапия, естественно, применяемая цитостатики, особенно обладает низкой селективностью, повреждает как здорово быстро делящиеся клетки ЖКТ, ЖКТ, это эпителий, быстро делимый, поэтому развитие мукозитов, конечно, на первом месте. Отращение к пищи, тошнота, анорексия, нарушение восприятия вкусов, запахов, сухость во рту, запор диареи, чувство быстрого насыщения, когда пациент не может употреблять большие объемы пищи. И, конечно же, развитие спастических болей, малиабсорбция. Все это, конечно, приводит к изменению нутрительного статуса в дефицитном состоянии. По профессиональному обществу онкологов и химиотерапевтов Русска определены четкие позиции по отношению к четырем вариантам показаний. Индекс массы тела меньше 20, коррекция. Потеря более 5% массы тела даже за полгода, коррекция. Гипопротонами меньше 60, гипоальбуминами меньше 30, коррекция. И, конечно же, когда невозможность адекватного питания через рот, то есть тот полноценный рацион, который пациент не может соблюдать, мы назначаем нутритивную поддержку. От себя я добавил ниже антропатии средней тяжелой степени, когда есть симптомы тонкокишечных проявлений, такие как активное газообразование, брожение, синдром избыточного бактериального роста, нестабильный стул. Это все проявления нарушения функций тонкой кишки, особенно в период, кстати говоря, лучевой терапии, потому что лучевая терапия очень влияет на слизистую и эпителий тонкой кишки, а это место основного усвоения и расщепления основных микроэлементов и белков, жиров, углёдов, которые человек употребляет. Здесь я хотел акцентировать внимание на прогностической шкале ГЛАЗГО и прогностическом нутритивном индексе ПНИ, потому что мы видим, если высокий ЦРБ, что часто у пациентов развивается вследствие системного воспалительного процесса, и, естественно, при высоком ЦРБ и низком альбумине мы можем быть уверены, что пациент получит истощение, снижение мышечной массы, снижение белковой квоты и в рационе, и снижение белковой составляющей в организме. Поэтому чем выше цирреактивный белок, тем активнее мы должны вводить энтеральное питание и следить за этим процессом, мониторировать на каждом шагу, в зависимости от его показателей. По рекомендации, европейской рекомендации, ассоциации клинического питания, метаболизма, ЭСПОН, обговорена ситуация в том случае, когда пациент, находясь, неважно даже, какой имит вес, истощённый он или в условной норме находится, всё равно мы рассчитываем определённые полтора грамма белка на килограмм массы тела. Это то суточное потребление белка, которое необходимо пациенту не только для поддержания его мышечной массы и веса непосредственно, но и для того, чтобы была определённая борьба, чтобы не было катаболизма белка, который проявляется при онкологических заболеваниях и лечении, при химиотерапии особенно. Способ нутритинной поддержки выбираем такой. Если есть возможность, чтобы усваивать пищу через желудочно-конечный тракт, конечно, нужно его использовать. Если это возможно, предпочтение следует добавить пероральному питанию. Его легче корректировать, с ним его легче менять и так далее. Показанием для паранетерального питания является невозможность должного субстратного обеспечения больного через желудочно-конечный тракт. И есть разная линейка специализированного питания, на рынке их очень много, но мы должны акцентировать внимание, что первично, что, скажем так, есть акценты в развитии осложнений. Если, допустим, мы видим у пациента просто снижение мышечной массы, тогда, конечно, здесь предпочтение дается, скажем, нутритинному питанию с высоким содержанием белка. Если есть проявление мукозитов, то выбираем питание, обогащенное омега-3 жирных кислот, как, допустим, там вот фортикер есть, нутридрин такой. Нарушение стула, если в зависимости от, в какую сторону, если запор, то мы выбираем с пищевыми волокнами нерастворимыми, а если нарушением диареи, то, точнее, извините, наоборот, с нерастворимыми волокнами мы выбираем проблему со стулом в виде запоров, а с растворимыми волокнами мы выбираем проблему, если есть склонность к диарее. И тошнота, нарушение вкуса, вращение к пище. Есть различные варианты, где имеет вкус определенный, потому что пациенты в период химиотерапии имеют повышенную чувствительность рецепторов, они чувствительны к различным компонентам еды, поэтому есть разные варианты, где можно выбрать индивидуальный подход. Вот внутренний компакт протеин, это симплекс с высоким содержанием белка в малом объеме, 18 грамм на одну бутылочку. Очень оптимально. Но сразу хочу сказать, что проблема даже не выбора. Выбрать можно в принципе большой разнообразие, как я уже говорю, и в целом выбрать можно всегда. Но проблема усвоения белка. И вот тут начинается проблема. Во-первых, нужно объяснять пациенту, что эти все сиппинговые питания всегда учитывают, что его нужно употреблять совсем медленно, через трубочку, чтобы это было маленькими глотками, чтобы организм успевал усваивать тот белок, который содержится в этом компоненте, продукте. Но и еще то, что мы должны наблюдать за пациентом. Если пациенту тяжело, 18 грамм белка за один раз, значит, на большой объем, и не всегда тонкая кишка может усвоить такой процесс. И обычно пациенты, которые не могут принять такой объем, они говорят, что есть тяжесть, есть дутье, возникает резкая тошнота и так далее. Поэтому мы должны при назначении еще мониторировать процесс, как он усваивает этот компонент, чтобы мы могли вовремя комбинировать или менять на другие варианты. И мониторинг эффективной внутренней поддержки мы определяем по вестральному полу белка. Это общий белок, альбоминг, гемоглобин раз в 5-7 дней, лимфоциты и масса тела, индекс массы тела раз в 7-10 дней. Переходим к гипотоксичности. Вот то, что часто мы встречаем в своей клинической практике. И, естественно, что проблема гипотоксичности заключается в том, что мы можем пропустить процесс, когда возникает токсичность. Очень часто это начинается с обычных изменений печеночных аминотрансфераз. И бывает так, что мы пропускаем этот период и встречаемся, когда ситуация уже дошла до печеночной недостаточности. Это, слава богу, встречается нечасто. Но, тем не менее, проблему гипотоксичности нужно обязательно корректировать вовремя. Вот есть сайт «Ливертокс», такой международный сайт, в котором представлены основные токсические, скажем, не то что токсические, а основные препараты, которые вызвали токсичность и их статистика. На первом месте мы видим антибактериальные препараты, ну потому что, скорее всего, они назначаются больше всего в мире. И амоксицелин с клавалановой кислотой занимает первую строчку. Мы видим, что онкологические препараты занимают лишь пятую строчку в гипотоксичной, скажем, диаграмме, но и, как ни странно, второе место занимает равидный настои БАДы. Вот у меня такая область, где очень часто ко мне приходят пациенты после проведенных лечений так называемых нутрициологов и людей, не имеющих медицинское образование зачастую. И назначая им по 12-15 БАДов, я встречаюсь с очень часто гипотоксичностью, потому что зачастую это неадекватно. И мы видим, что этот процент статистика растет из года в год, нарушает процесс. Из групп онкологических препаратов мы можем... Так, извините, пожалуйста. Вот я бы хотел остановиться отдельно на показателях, которые мы обращаем внимание, и те, которые меняются вследствие определенной гипотоксичности. Транссаминазы, АЛТС, все мы прекрасно их знаем, но то, что они отвечают за изменение мембран гипотоцитов, то есть, когда мы видим просто повышение циталитических синдромов, это синдром цитолиза, это прямое повреждение мембран гипотоцитов. Это состояние, когда вот это прямое повреждающее действие формируется без изменения челочного фосфата за билирубина. Прямое токсическое воздействие обладает такие простые препараты, как, допустим, парацетамол, например. Вот, поэтому, если, допустим, это происходит в сочетании с, допустим, алкоголь, который является индуцированным, индукцией для развития токсичности парацетамола, то мы видим активные воздействия и проявления. Если мы видим челочную фосфатазу билирубина, изменение его, то мы, конечно, сразу понимаем, что это проявление токсичности на желчной канализе, когда происходит нарушение работы транспортного насоса и формирование синдрома холестаза. Отдельно выделил гамма-глутамин транспептидаза, в том числе в сочетании с билирубином, это когда происходит поражение основной мишени, где происходит перегрузка ситохрома в ТП-450, например, при полипрагмазии. Или, например, когда мы видим различные нарушения в разных фазах вот этой биотрансформации, где происходит превращение химического вещества в активную форму. Это может быть проблема и с участием глюкороновой кислоты, например, у пациента с болезнью жульбера, мы отдельно об этом поговорим. Или, например, нарушение синтеза глутатиона сульфатов, которые являются, естественно, снижающими токсичность печени на фоне терапии. И необходимой стороной холестераза, которая отвечает за белковую функцию печени, очень важную в нашей клинике. Клиническая трактовка, здесь мы видим различные вариации на тему, я уже сказал, часть, обращая внимание, что если мы видим еще снижение альбуминов ипотромбинового индекса, то мы, скажем так, и снижение холестераза, это гипотетиллярная недостаточность и развитие дефицита белков, особенно альбумина, который непосредственно связан с печенью. Классификация степени тяжести. Оценка идет по, скажем, выявлению соотношений друг с другом и некоторых позиций. Если мы видим, что изолированно повышаются трансаминазы, но при нормальной челочной фосфатазе, это гипотетиллярный тип поражения печени. Хаэстетический тип, когда мы видим изменение челочной фосфатазы более двух норм. И смешанный тип, который чаще всего встречается в клинике, так как мы видим изменение и трансаминаз, и челочной фосфатазы. Виды и некоторые причины лекарственной поражения печени. Мы можем обратить внимание, что прямое повреждающее действие, о котором я говорил, парастамол, заниазид, сульфаниламиды, деклофенак. Большая группа противогрибковых препаратов являются токсичностью. Холестаз без гепатита очень часто мы встречаемся, особенно. Вот, когда назначают пиральные контрацептивы. И, конечно, тоже большая проблема, потому что формируется и фокально-одулярная гиперплазия, айденома, который может привести к оперативным вмешательствам, поэтому здесь, конечно, оценка должна быть очень важная. И в онкологии мы встречаемся с повреждающим действием и фторурацилой, и фторудексиуридином, который формирует развитие склерозивающего холонгита, когда поражаются именно желчные каналицы и их эпители. Отдельно выделены примеры протоколов химиотерапии, которые приводят к печёночным осложнениям, где мы обращаем внимание и, на самом деле, рекомендуем онкологам проводить или профилактическую, или в процессе химиотерапии гепатопротекторную терапию, которая позволит хотя бы снизить риски развития гепатоксичности. Отдельно выделяются две формы. Это метатриксатный индуциринный фиброз, тамоксифен, индуциринный жировой болезнь, печени, которые очень часто встречаются в клинике, особенно с препаратом тамоксифен, особенно у пациенток с метаболическим синдромом, у которых имеется активное абдоминальное ожирение, и такие пациентки находятся в группе рисков, и мы видим очень часто повышение щелочной фосфатазы и гамалутаминтранспептидазы, причём процесс холестетического поражения печени, это всегда очень такой медленный, хронический, длительно развивающийся, в отличие от, допустим, циталитического синдрома и прямого повреждающего действия в виде повышения, то есть в виде гипотоцеллярного поражения, который является очень быстрым, развивается очень быстро. Поэтому очень важная позиция, и мы должны, конечно, при использовании таких препаратов обязательно и проводить, ну, хотя бы эластографию печени раз в полгода для оценки, как бы, в неинвазивной оценке состояния структуры печени. Закон ХАЯ очень важный, потому что если мы видим повышение активности трансминаза в более чем два раза в месте с сочетанием повышенного уровня общего билирубина, в более чем два раза в верхнего предела, мы усиленно, как бы, понимаем, что риск летальности оставляет 10-15% вследствие выраженной гипотоксичности. И фактор, увеличивающийся вероятность развития лекарственного поражения печени, это и, скажем, измененный, извращенный тип функциональности в виде биотрансформации, так как болезнь жильбера, где мы видим активный уровень непрямого билирубина, и такие пациенты, они попадают под риск развития гипотоксичности вследствие сниженных возможностей биотрансформации по различным препаратам. Это жировой гепатоз, это хронические вирусные гепатиты, женский пол значительно чаще встречается, чем у мужчин. Вот это основные позиции, которые мы оцениваем и учитываем при назначении терапии. Ну и клинические случаи. Пациент в феврале 2021 года отметил определенные симптомы, была выполнена колоноскопия, выявлено новообразование подвздошной кишки. Вследствие обследования подтверждена нейроэндокринная опухоль G1-карциноид. Вследствие обследования диагноз подтверждается. И обращаем внимание на сопутствующие заболевания. Болезнь Жильбера, гамозиготный вариант, стеатогепатоз в низкой степени активности и холестероз желчного пузыря. То есть мы видим, в принципе, что пациент имеет уже риск по развитию гипотоксичности. Хирургическое лечение, гистология. В дальнейшем он находится на регулярном динамическом наблюдении и назначается ему препарат ланреатит, соматостатин, который при первом введении получаем такое токсическое воздействие, как желтуха, выраженная слабость, тошнота. Лабораторно мы видим повышение трансформеназа 10 норм, фосфатазы и гамма-толунотранспетидазы очень высокие уровни. Временно отменяем препараты с фуизионной терапией максимум большой дозы, пероральная орсодокзиусихулевая кислота за расчет 15 мг на килограмм веса, сорбенты, ферменты. Через 3 дня терапии мы видим значительное снижение лабораторных показателей. И в дальнейшем, учитывая высокие риски, было рекомендовано продолжение терапии для нормализации лабораторных показателей и через 5 дней трансформеназа при контрольном исследовании. В дальнейшей тактике было принято решение за 2 дня до введения препарата ланреатит в течение 3 дней после использовать внутривенный римаксол и УДХК на постоянной основе для того, чтобы была коррекция уровня билирубина. В заключении хочется сказать, что использование высокого белкового питания сиппинга является более предпочтительным. Три принципа. Чем раньше, тем лучше выявилось, что не накормил. Много не значит хорошо. Адекватная оценка выбора нейтрального питания и вовремя коррекции его, если, допустим, препарат не идет нутритивный. Применение перерального нейтрального питания, обогащенного омега-3 жирными кислотами и пищевыми волокнами для профилактики гастроинтенциальной токсичности. Большинство нуждается в нутритивной поддержке. Быстрая и своевременная оценка степени проявления диареи – это главный критерий в нежелательных явлениях таргетной терапии. Лекарственное поражение печени протекает как бессимптомно, так и с выраженной разнообразной симптоматикой. Высокие риски формируются у пациента с сопутствующими заболеваниями печени – это болезнь жильбера, стиатогепатоз, хронический вирусный гепатит. Для подавляющего большинства лекарственного поражения печени не существует специфических антидотов, и поэтому в терапии используются группы так называемых гепатопротекторов. И выбор гепатопротектора для лечения лекарственного поражения печени, в том числе и хронической формы, диктуется типом повреждения печени, который мы обсуждали. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.